Илона Витаутасовна, Матью Найт, Непольное собрание строчек из ранних редакций Евгения Онегина, Александра Пушкина, Артема Верли, литература Клёнта Мобуса. Пожалуйста. Можно мне демонстрацию экрана? Да, можно. Отлично, всё видим. Спасибо большое. Коллеги, я очень благодарна организаторам конференции за предоставленную мне возможность сказать о таком очень специфичном материале, современном материале. Поэтому я хотела бы начать с представления автора, о котором я буду говорить, Артем Викторович Верле, по образованию историк и философ. Он преподает философию в Псковском государственном университете, автор нескольких поэтических книг, который публиковался и публикуется во многих современных поэтических журналах. Материал моего сообщения очень специфичен. Это запись авторского чтения, которая была предоставлена в качестве проекта «Чтение отброшенного» на виртуальной выставке ЕО «Алгоритмы». Так называлась эта выставка, которая проходила в 2020-м ковидном году в рамках Псковского Пушкинского театрального фестиваля. Она открылась 6 июня, понятно, в день рождения Пушкина. Куратором ее была Людмила Кирсанова и рецензию на эту выставку Александр Викторович Марков опубликовал в журнале «Знамя». Таким образом, неполное собрание строчек. Здесь материалы, на слайде материалы, которые были представлены на этой выставке. Это современные поэты и композиторы, которые к тому же обладают большими, очень продвинутые в области компьютерных наук. И это были вот такие цифровые проекты. Неполное собрание строчек из ранних редакций Евгения Онегина, Александра Пушкина в виде традиционной для нас отдельной книги как будто бы не существует. Оно существовало в виде записи авторского чтения. Запись длится 3 минуты 15 секунд. При этом никакого изображения на экране нет. Мы видим белый экран с вот этой движущейся звуковой строкой, и на ней красная точка движется. И такой формат очень влияет на восприятие текста и придает произведению совершенно особый оттенок смысла. Совсем недавно вышла книга Владимира Золотухина «Голос и воск», в которой изложена более чем столетняя история авторского исполнения собственной поэзии и сопровождавшие такое исполнение научные исследования и различные художественные практики. Главным отличием исполнения стихов поэтами-символистами от декламации театральных актеров была, во-первых, сдержанность в эмоциях. Как бы снижая градус, они предоставляли читателю вслушиваться в слова и считывать их значения. Об этом очень хорошо и подробно писал Борис Михайлович Ихенбаум. И, собственно, его поэтика знаменитая стала результатом исследований, инициированных именно вот этой проблемой. Он рассматривал связь между поэтикой текста и интонацией его исполнения. Постепенно выступления поэтов стали обыденной практикой, обогатились, как мы знаем, различными перформансными элементами, ну и, наконец, стали представляться в сети. И вот этот отдельный феномен требует осмысления, и я бы в нем обратила внимание на голосовой элемент. Артем Верле нередко выступает публично, но в данном случае интересно технологическое обогащение. Перед нами запись. При этом, как я сказала, без всякого видеосопровождения, что контрастирует с более распространенной практикой чтения стихов под музыку. При таком решении голос, как будто бы, во-первых, оно требует очень большой концентрации внимания, непривычной, когда текста нет. Идет только вот звук нового для тебя текста, который ты не видишь. И, в общем, это такое особое состояние, я бы сказала. И голос как будто бы вытесняет слово, графику, переведя общение автора с читателем и слушателем через медиа в область физического, материального и требует особой концентрации внимания. В результате усиливается субъективность текста и одновременно меняется его материал. Не буква, а звук голоса, перешедший в виртуальную реальность, но остающийся неповторимым, утверждает индивидуальность автора. Активизация слухового восприятия литературного текста при игнорировании визуального элемента, с одной стороны, казалось бы, возрождает фольклорные традиции, а с другой, белое поле экрана символизирует текст самого главного произведения русского классического канона, всю его смысловую объемность и потенциал, что можно рассматривать и как перекодировку текста, перешедшую в звуковую волну. Материалом произведения стали черновики Евгений Онегин, поэтому проект назывался «Чтение отброшенным». Ближайший известный мне поэтический опыт обращения к черновикам Пушкина – это книга Генриха Сабгира «Черновики Пушкина». Сравнение с ними проясняет специфику произведения, о котором я говорю. Генрих Сабгир в своей книге включился в традицию. Как пишет Масима Маурицио в своей статье «Игра в классика», в отличие от других произведений, здесь центральную роль играют переосмысление и переработка традиции, к тому же представленной в такой хрестоматийной для русской культуры фигур. Сабгир отталкивается от сущности черновика и видит в нем отражение творческого процесса. Собственно, точно так же черновики Пушкина как раз в то же время рассматривались и академической пушкинистикой. Кроме того, черновик – это часть макротекста, поэтому Сабгир то дописывает, то восстанавливает, то создает альтернативу. Он осмысляет на материале черновиков поэзию и слово, работает с невербальными элементами, которыми обильны пушкинские черновики, углубляет важную для себя тему пустоты. Во всех вариантах его работы с черновиками, истинными или воображаемыми, он становится продолжателем поэтической традиции в самом широком смысле слова, предлагает свою авторскую линию ее эволюции. Совсем иное отношение с традицией просматривается у Артема Верли. Он отстранен, намеренно отстранен от традиции, и не пытается ни в какой мере стать соавтором или автором-продолжателем, проникающим в замысел великого предшественника. Отброшенные строчки в данном случае равноценны беловым, они подобраны, казалось бы, произвольно, и маркируют пушкинский текст почти исключительно в зависимости от кругозора рецепиента. О Евгении Онегине здесь подсказывает, конечно, четырехстопный ямб, который, в общем-то, на самом деле ничего, слабая такая подсказка, тем более, что одна строчка из этих 35 вообще-то из прозы Пушкина. Кроме того, здесь встречаются имена, ну, Петушкова, например, Реалии, Линейка, Немодный воротник, цитаты, все-таки узнаваемые читал охотно Елисея. Но принципиально то, что это могли быть, в общем-то, и другие имена, и другие цитаты, и, наверное, другие строчки. Сегодня в цитате Витгенштейнова «Дружины» читатель волен усмотреть как прямой смысл и упоминание главнокомандующего русско-прусской армии в Германии в 1813 году Петра Христиановича Витгенштейна, так и метафорическое обозначение поклонников известного философа XX века Людвига Витгенштейна. Благодаря минимализму в духе Всеволода Некрасова или Льва Рубинштейна строчки и цитаты как будто необязательно отсылают к Пушкину, имя которого не названо в тексте, но оно есть в названии. Он как будто факультативно прорастает или даже не прорастает, может быть, сквозь текст. И особенно ясно эта двойственность цитатного слова в тексте Верле явлена в финальной строке. «Я вас люблю» и цит. Слова «Я вас люблю» под влиянием названия могут восприниматься цитатой исповеди Татьяны из восьмой главы романа, но их смысл в данном случае смысл прямой. Это обращение автора к Пушкину. И в этой емкой такой универсальной формуле, в общем, все главное, что можно сказать о сегодняшнем отношении любого поэта к солнцу нашей поэзии. И последний превращается в адресата, а его роман в словесный материал. Пушкинские цитаты словно освобождаются от контекста и используются в прямом значении слов. Лирический субъект стоит над классической традицией, уже как бы вне ее. Цитаты – это лексический материал, позволяющий ему выразить себя. Смысл не восстанавливается отталкиванием от чужого текста, а создается заново, впервые, будучи лишь факультативно, но тем не менее очень мощно, связан с Евгением Онегином. Однако к этому роману парадоксально, аллюзивно отсылает форма. Неполное собрание строчек словно воспринимает интенцию собрания пестрых глав. Многократное чередование тем и объем авторских отступлений в свободном романе Пушкина, как мы знаем, обеспечивает впечатление его легкости и воздушности. Онегина «Воздушная громада», как определила Ахматов. Такой кажущейся произвольности вкраплении рассуждений. «Минималистская стратегия Верле позволяет фрагментарно воссоздать реальность, отчасти подобно поэмам Львара Бинштейна, но в его реальности все намеченные фразами, ситуации, сюжеты, темы объединены мощным авторским «я», которое выражает себя прямо и непосредственно. Огромную роль в этом играет интонация, поэтому так важно чтение автора, о котором я уже сказала. В нем с первых двух стихов задается богатство эмоций и модусов. Если первый стих о Бейроне, о Манюэле, звучит очень торжественно и патетично, то второй иронично. И впоследствии от, так сказать, задумчивого проектирования в инфинитивных строчках до лирического признания в финале. В целом Верле демонстрирует свободу творческого самовыражения и неотменимость авторской индивидуальности в современной поэзии. В результате для читателя взаимоотношение произведения Верле с произведением Пушкина можно сравнить с лентой Мёбиуса, поскольку трудно сказать, какая книга живет в какой. Получается, что перспективно в Евгении Онегине содержится вся русская литература, поскольку текст романа становится метанимическим обозначением поэтического языка вообще. Синхронически же память о Евгении Онегине живет в произведении, созданном даже из его отброшенных, так сказать, обломков. Характерно, что в следующем, после выставки, в 21-м году вышла книга Верле «Неполное собрание строчек», созданная по тому же принципу, что и его пушкинский проект, который, кстати, был последним в этом замысле. Суть замысла в том, что разные поэты представлены автором в виде 35 цитат. Из таких моностихов составлен в русле минималистской поэтики собственный текст, презентирующий одновременно избранного поэта и его читателя-составителя-автора. В русле модернистской поэтики современный автор использует готовый материал и изобретает свою новую форму, которая сама по себе инициирует новый смысл. Лев Аборин в последнем большом обзоре поэзии 21 века охарактеризовал эту книгу так. «Коллекция строк, вырванных из классических стихотворений, по большей степени второстепенных авторов». Ну вот в центре у меня на слайде изображение этой книги, и здесь те авторы, которые в ней представлены. Там и Хирасков, и Державин, Случевский, Мей, Аполлон Майков, поэты-шестидесятники, Эдуард Багрицкий. И эти строки отдельно взятые, они иногда приобретают курьезное звучание или наоборот дополнительную глубину. Но важно, что сам процесс чтения, избирательного чтения, который демонстрирует, и создание читателям, внимательным читателям собственного текста, который демонстрирует Артем Верле в этом проекте, в этой книге, очень созвучен существованию, сегодняшнему существованию литературы, которая, как известно, живет в сознании читателя, прежде всего. Вот это те размышления, которыми я хотела бы поделиться с вами. И буду очень благодарна за вопросы и соображения. Спасибо. Спасибо вам большое. Есть вопросы? Нет вопросов? Спасибо. А, Елизавета? Елизавета? Ну, у меня маленький, наверное, уточняющий вопрос. Вот по поводу последней строчки. Мне кажется, здесь возникает некоторое такое, может быть, противоречие, потому что, если вы говорите, что в звучащей версии этого текста, оно звучит как лирическое признание. Признать, да. В то время как, когда вы вывели на экран, и я читала все эти строчки, я подумала, что, собственно, пожалуй, именно по этой строчке я бы в первую очередь, если бы просто видела это без контекста, подумала бы, что это Евгений Онегин, ставя ее в один ряд, ну, со всеми там. Там читатель ждет Ушриф Морозы, да, и прочими такими метатекстуальными пушкинскими, очень ироническими замечаниями, да. Вот, как вам кажется, вот этот вот зазор потенциальный между авторским чтением и восприятием текста без него, он сознательно заложен автором или нет? Я думаю, что да, и мне кажется, что меня само поразило, что я вас люблю, но, в общем-то, ну, почему обязательно цитата, фраза такая? И вот в этом оформлении она оформляется, она осознается цитатой, да. Здесь вообще Ролан Барт уже какой-то получается. Да, да, это очень странный феномен, и Эцетера, ну, просто там звучит немножко так вот устало, как бы, да, признание этого, но Эцетера иронию некоторую намечает. Вот все время автор между, ну, автор как бы всегда сохраняет возможность читателю, дает возможность читателю для разной интерпретации. Мне кажется, в этом как раз традиция чтения Блока, Ахматовой, вот о чем Ихинбаум как раз писал, что они подчеркивали формальную сторону стиха, да, вот именно, ну, стиховые паузы, они сдерживали эмоции, в отличие от театральной декламации, именно, и в этом именно была диалогичность. Они давали читателю возможность, ну, услышать значение слова, вникнуть, да, и, так сказать, кроме эмоций считать что-то еще. И в чтении нету иронии в финальной строчке, и мне кажется, что вот эта цитата, ну, как бы две цитаты мы опознаем. Я вас люблю, как я сказала, странно, что эту фразу, вообще-то цитаты опознаешь. И эцетера, это же тоже цитата в тексте Онегина, это тоже есть. И когда вот сталкиваются эти две, вообще-то, очень разнонаправленные цитаты, то мы можем это, в этом увидеть, как бы, иронию. Ну, собственно, почему нет? Читатель Голин. Но в исполнении как раз вот здесь иронии нет. А есть такое признание, абсолютное признание, что, ну, с этим ничего не поделаешь. Можно сколько угодно играть с текстом, там, как угодно его деконструировать. Но суть остается в том, что вот я вас люблю. Спасибо. Спасибо за вопрос. Николай, еще был вопрос, да? А, ну, да, если время есть еще. Спасибо большое, Илона Виталтасовна. Ну, для меня это сложная и далекая тема. И, возможно, вы об этом отчасти сказали. Но еще раз вот уточнить для понимания. Вообще, мы можем в каком контексте этого автора правильно рассматривать. То есть, знаем ли мы, к какому направлению он себя относит, или чьим учеником считает, или кто является, ну, работает примерно в таком же направлении сейчас. Можно ли вот кратко как-то это описать еще раз? Ну, я не берусь, так сказать, картографировать поле современной поэзии. И, да, вот в последнем обзоре Лев Аборин, который ответственно этим занимается, он упоминает там, ну, что-то 175 имен, да? Но очень разнообразно. И, ну, безусловно, это минималистская поэзия. И если к традициям, то я бы возвела это к Всеволоду Некрасову отчасти, в меньшей степени к концептуализму, а вот именно к предконцептуализму. Холин, Некрасов, Ранний Сабгир, вот, наверное, отсюда это идет. Но очень разнообразные тексты. И вот этот проект, неполное собрание строчек, он вообще довольно уникален. Потому что и я, когда 35 строчек, меня зацепило две с половиной строфы. Две с половиной онегинской строфы, да? Вот, собственно, онегинская строфа, как и сонет, это самая большая, самая большая строфа в европейской поэзии. И вот этот вопрос, сколько нужно, на какой протяженности текст может как бы представлять большой корпус текстов, да? Вот, чтобы узнавалось, чтобы узнавался поэт, да? И его там особенность, да, и какие-то руины. Как бы он как архив создает, да, из весьма произвольных. Но получается, что как ты не будь субъективен, произволен, избирателен в подборе вот этих моностихов, на пространстве 35 стихов будет узнаваться поэт. Будет узнаваться большой корпус текстов. То есть это такой вот объем архива, что ли, современный. Как здесь узнается Евгений Анигин. Вот мне трудно ответить на ваш вопрос, в каком направлении. Это минималистская поэтика, поэтика-минимализм. Спасибо большое. Спасибо. Переходим к последнему. У нас сегодняшний утро. Доклад Меликов Александр Матильевич. Книги в романах Александра Меликова. Испепеленный и сапфированный альбатрос. Пожалуйста. Я не вижу, к сожалению. Не вид? А. Ну, тогда. Александр Матильевич, вы с нами? Кажется, его нет. Тогда, наверное, мы раньше уходим на обедный перерыв. И начинаем сегодня днем в 14.20. Можно не выходить из...